На всякий случай, если вы случайно попали в мультур, то в рубрике артефакт мы, как правило, показываем какую-то вещь, физическую вещь из нашего мира, которая как-то связана с анимой, мангой и всеми такими прочими делами. И в этот раз у нас физических вещей по две набрата. Дело в том, что мы случайно шли по городу Москве, зашли в какой-то магазин и увидели мы, что там... Магнит, по-моему. Магнит. Один магнит, а другой перекресток. И увидели мы, что там продаются вот такие вот страшные напитки, которые называются дубл, бубл, бубл, дубл. В общем, это как этот самый, как хубу-бубу встречает Чупа-Чупса, и там при этом еще изображены персонажи из аниме Атака Титанов. Одного персонажа зовут Стробери Крим, а другого Бабл Гам. Два, значит, суперкрутых бойца с титанами. Два бойца с титанами. Сейчас мы... Давайте, я даже... У меня есть несколько фотографий. Мы же любим фотографировать артефакты. Я сегодня в лучах заходящего солнца сфотографировал, значит, обоих и Крима, и Гамма. Оба-два. Один, значит, я думаю, что Стробери Крим косплеит Леви Айкермана из Атаки, а, значит, Бабл Гам косплеит Эрина Йегера. Второго персонажа. Просят нас не мешать со спортиками. Выглядит это как абсолютная какая-то паленка, просто чудовищная. Но, оказывается, нет. Оказывается, эти напитки, это безалкогольные газированные напитки, которые выпускает московская пивоваренная компания. Она, я посмотрел, они, действительно, всякие бренды пива выпускают. Ну, а так как сегодня день пива, то почему бы и не прильнуть к продукции этой компании? И вот, видите, на экране сейчас там, прямо на бутылочках указано... Да, копирайт Коданси. Да, копирайт издательства Коданси. И вот этот сокращенный копирайт Атаки Титанов. Во-вторых, это на самом деле совершенно... Ну, то есть, это никакая не суперновинка, потому что эту газировку и Strawberry Cream, и Bubble Gum, оказывается, эта пивоваренная компания выпускала и раньше. И теперь, как меня просветила одна знакомая, значит, я что-то на это самое в Твиттере-то написал, что вот какая дичь вообще, что это за паленка. Вот, а мне Марина Тинкер написала, что, типа, вообще, да, у Титанов, оказывается, права на Титанов, есть некое агентство Мегалицензия. Я вам сейчас даже их сайт покажу, чтобы вы, значит, поверили во всё это. Вот приближается сюда... Вот, какая-то Megalicense.ru, и у них там атака Титанов, и они оказывают... А, я же ничего не показываю. Сейчас, друзья. Одна секунда, я запутался в кнопках. Вот, видите? Одна рука здесь, другая там. Можно задать вопрос директору Титанов и спросить, что вы... Вот мы сейчас, во-первых, разопьём этот напиток и узнаем, как бы, надо ли задавать вопросы директору или не стоит. И вот у них, они представляют и Лаввиз, и Хеллоу Китти, и, в общем, куча всяких других брендов, можно зайти, и там вообще что только нет. Я думаю, что все эти, как бы, вещи ушли из России, а нет, оказывается, есть какая-то мегалицензия, которая и с баблом они дружат. И какой-то Хеллоу Ванк Бедак. Вот. И вообще, вот какие-то женщины. Sex and the City. Представляете? Представляете себе газировку Sex and the City или Diablo 4? В общем... Ну, а пляжи отлично было бы. В общем, много такого добра. И действительно, сейчас мы попробуем два вот этих напитка. У нас, к сожалению, они немножко уже... Газировка уже принята пить охлаждённой, но она была охлаждена... Можем взболтать. Она была охлаждена в начале выпуска, а теперь она такая же горячая, как мы с лапшиным. И давайте... С какого начнём? С крема или с гамма. А, ещё знаете, какая проблема? Я сейчас попробую показать. У них внизу очень... По-моему, это дефект. Вот это вот донышко, оно выпуклое. Вот она сейчас сфокусируется. И ты, когда пытаешься поставить эту бутылку, она такая... Она заваливается. Она вот так вот заваливается, потому что, ну, по-моему, это какой-то брак пресс-формы или просто это очень дешёвое производство. Или их раздуло очень сильно. И там сейчас давление в 14 атмосфер. Короче, вот они как неваляшки вот так вот стоят, смотрите, и болтаются. Сейчас мы их попробуем. Значит, я предлагаю... Кто у нас? Давайте чат проголосует, а мы не можем делать голосование в чате. Друзья, смотрите, смотрите. Первых три ответа. Баблгамма или Стравбарри Крим? Покажи людям гамма, чтобы у нас на одном экране был крим, а на другом гамма. Вот у тебя гамма. Вот крим. Почему, что он так... Этот самый... Ну, видись, ты же на крима-то. Короче, их двое. И они оба, значит, оба готовы порадовать нас. Давай, наверное, с крима начнём. Кстати, во-первых, кто может объяснить, почему Леви — это клубничная, клубника со сливками, а Эрин — это жевательная резинка? По-моему, просто они от балды персонажи сюда надели, и всё. То есть, если там... А ещё интересно, есть ли ещё какие-нибудь персонажи? Персонажи ещё... Вот у нас был Ичего недавно, Кока-Кола с Бличом. Посмотрите, у нас есть отдельный ролик про это. Но вот говорят, что, по-моему, они одинаковые. Вот сейчас мы и узнаем. Сейчас мы... Они, кстати, по цвету немножечко отличаются. Я сейчас начинаю открывать крима. Да, я тоже. Крим 2. Зелёненькая. Так, сейчас. У меня даже налить небо, что ничего, будем из горла, как эти самые. Пахнет дичайшим ароматизатором клубничной жвачки. Странно, гам-то это вроде тот, но это прям, знаете, это что? Клубник со сливками, да, запах такой. Это прямо советская жвачка клубничная за 25 копеек, или сколько она там стоила? 20 копеек. Прямо вот самый махровый, чудовищный ароматизатор клубники, какой только можно себе представить. Давайте же попробуем этого левиафана прямо. Она действительно газирована. И она... Сильно газирована. Она не с сахаром. Стойте. Слушай, по вкусу сахар замените. Я чувствую предательский вкус. Она писана в сахар. Так, давайте... Лапшин. Читай целиком этикетку. Так, смотрите, вода подготовленная, сахар, причём обычно же ингредиенты как идут? Идут в порядке. По количеству. Да, по количеству. Сахар. На-на-на. Краситель очаровательный АС. Очаровательный АС. Да-да-да-да-да. Альфорто-коферол. Причём краситель может оказать отрицательное влияние на активность и внимание детей. Вот часто мы с лапшиным и остановимся в развитии. Наконец. А, пожалуйста. Растительное масло. Деклама от натрия, ассульфам, калия, сахарин, сукралоза. То есть они сюда зафигачили 4 подсластителя и, наверное, немножко сахара. Поэтому они чувствуются. Значит, давайте ещё раз попробуем. Попробуем это чудо на вкус. Мне кажется, это какая-то суперчудовищная трешатина. Допить я это точно не смогу. Я как раз вылокаю с удовольствием. На самом деле у неё нету, по-моему, вот этого вот гадского послевкусия, который остаётся обычно после резервовки. Гадское послевкусие, оно есть. Вот ощущение, что ты облизывал дверную ручку, оно вполне себе. Не облизывай дверные ручки перед фиром. Очень плоско. Значит, теперь у нас... Хорошо, мы попробовали стробери-крим. И теперь у нас Bubble Gum. С другой стороны, я как человек, пострадавший от ковида, могу, наверное, это самое... Почему не наводится на Bubble Gum? Потому что она видит мой глаз. Если сейчас что-то случится, это будет называться Bubble Gum Crisis. Да, хорошо. Вот так вот мы на них посмотрим. Так, открываю. Он чуть более розоватый, кстати, по свету. Да, цвета разные. Сейчас мы узнаем, как называется этот краситель. Так, попробуем открыть. И пахнет бананом, что ли? Или такой, знаешь, мультифруктовый. Типа не тутифруктовый, как она называется, juicy fruit. Да, есть что-то. Такая вот Riggless juicy fruit, по-моему, так. Да, чуть-чуть кисловатый вкус такой, запах. Что-то бананчиковое точно есть. Банан, я прям чушу. Нет, она пахнет лучше, чем она на вкус. Ну, прям серьезно. А вкус, опять же, мягче, чем я думаю. Мне нравится. Я вообще поклонник. Может быть, прям холодная сальдомба, она, может быть, нормально бы заходила. Вот на жаре как раз, вот, как кола, она слишком сладкая для жары. Да, она прям слипнется, мне кажется. Она супер сладкая. Это по твоим вольтерианским вкусам, а мне норм. Ну, во-первых, сладко, во-вторых, когда на послевкусе, там какая-то кислота начинается. Так, а сейчас у нас будет изучение этикеток. Чтение этикеток. Давайте посмотрим, что нам готовит издательство Kodansi. Город Матища, вокзальная площадь. Как? Нет, это адрес. Так, во-первых, здесь краска, знаете, как называется? А никак не называется. Стойте. Бутилгидроксианиозол. Не-не-не. Краситель Азорубин. Вот Азорубин, да, там был какой-то радостный какой-то. И вот такой АС. А он действительно вот такой красноватый, чуть синеватым, как бы таким вот, как венозная кровь. Тоже вот цикламат, ацисулефан, сахарин, сахарин. Венозная, венозная артериальная. Да, да, вот по цвету они, видите, какие вот. Вот они чуть-чуть, что я делаю? Включается, да. Я маленький. Один чуть более синеватый, другой чуть более розоватый. Давайте я покажу, что они, что вот зеленый это розовый, а голубому. Нет, зеленый это оранжевый, голубой это розовый. Если вы поняли, что я имею в виду. Слушайте, ну, по-моему, это какая-то супершняга. Оранжевый, новый, черный. Единственное, что мне крутое, это то, что она вот прям, она прям реально, как неваляшки, могут вот так вот болтаться, потому что у них центр тяжести как-то криво стоит, они могут долго этим заниматься. Ну что, по крайней мере, от жажды я не умру в ближайшее время. Да, да, титанический просто напиток. Московская пивоваренная компания, она... Ну что, прикольно. Мне кажется, это как-то... Не, ну это не худший, что... У меня очень мало претензий. Первая претензия... Стой, стой, погоди. А ты видел, что там на заднем плане нарисовано? Что, там какие-то города? Нет. Что? Это на одном какие-то города, на другом какие-то парашютисты. Да, парашютисты. Вот, я сейчас показываю картинку. Летят парашютисты. Привет, мальчишу. Я пытаюсь вспомнить, а были ли парашютисты в Атаке Титана? Вот эти титанические парашютисты. Там всё нормально, они десантируются. Слушайте, друзья, у меня три претензии к этим напиткам. Первый напиток – это прям дешёвое пойло. То есть, они стоят 55 рублей, по-моему. Зелёный эксклюзив магнита, и оба-два они бывают в перекрёстках. Если у вас есть такие сети, то вы знаете, что это такое. Если нет, то, наверное, как-то по стране они продаются. Первый – ну, просто дешёвый напиток. Дешёвый вкус, не самые крутые ароматизаторы. Очень ядрёные ароматизаторы. Вкус такой пляжный, назовём его. Второе – это вот этот вот подсластитель, который портит ещё и дешёвый ароматизатор. И третье – я отказываюсь понимать, как эти персонажи притянуты к этим напиткам. По-моему, если вы делаете какую-то коллабу с Атакой Титанов, ну, придумаете вы какие-то прям отдельные вкусы. Это же существующие напитки они взяли, которые у них продавались до этого без всяких персонажей из Титанов. Я тебе сейчас скажу два слова. Блич Кока-Кола. Блич Кока-Кола, ладно, хорошо, но можно сделать по-человечески, можно сделать круче. Ну, короче, мне кажется, что надо было просто создать свои вкусы под эту тему с титанами. И, ну, понятно, почему здесь подсластители, потому что сейчас введён в Россию акциз на сладкие напитки. И чтобы не попадать под какое-то определённое содержание сахара, сейчас все начинают… А, процент сахара сокращает, да? Да, все сейчас, особенно в дешёвых напитках, все стараются забить это всё там цикломатом и тем самым аспартамом и всей вот этой радостью. А, то есть подсластителей будет больше, сахара будет меньше, понятно. Я не против подсластителей, я против плохой работы с ними. То есть, если вы, например, попробуете Кока-Кола Зиро, вы поймёте, что это прямо… Это топ работы с искусственным мерзким противным подсластителем. То есть они вот там так хорошо замаскировали, как, в общем, там, по-моему, у них там какой-то целый научно-исследовательский институт сидит и вот каждый раз над этим работает. А это… Слушай, а мне вот как раз в Зиро как раз слышно почему-то масляную краску. Масляную краску? Ну, потому что это Кола, ты старое поколение, ты как Хрущёв, пришёл на выставку в Сокольниках, его Никсон напоил по Папси-Колу, он сказал, похоже на Гуталин. У меня папа ещё… У меня папа на этой выставке её пробовал в 57-м году. Да, да. Паршютисты были, пишет Фэнг Нотер. Вот, да. Да. Это хорошо. И, конечно, само название просто это супертрэш, потому что это, понятно, что это закос под Хуба-Бубу и Чупа-Чупс. И, ну, ребят, ну, придумайте своё что-нибудь. Дабл Бабл, а… Слушай, вообще их, наверное, двое есть. Дабл Бабл, а так Титанов. Два крутых Титана. Да, не Титана, Титаноборца. Ну, там, да, и там кое-что-то, в общем, да, в принципе, можно и Титаном поназвать. Привязать. Да, ну, интересно, интересно. Это что-то прям вот вкусы очень детские. Очень прям детские, да. Да, да. Стробурик Рим и Бабл Гамм, ну, в принципе, да. Да, это прям что-то такое. А должно быть такой солёный огурец, да, вот какой-нибудь, и арбуз там, я не знаю. Нет, нет, кровь. Сейчас офигенный коллаб у вот этого самого… Чего? У кофе… Какое? Вот эти вот дешёвые кофейни, которые сетевые по Москве и других городах. Кофе-мани какой-то? Какой-то ваннбакс кофе и вот эти все. У кого-то из них есть коллабы сейчас с вторым сезоном про вампиров, вот этот вот пищеволок сериала на Яндексе. А, пищеволок, кстати, очень активно рассказывает. И у них ягодный напиток, не кофейный, ягодный, тебе его наливают в такой прозрачный пакет, в которых вот вешают эти самые накапельницу. И он называется «Кровь-ягод», и ты там прямо идёшь, тебе дают трубочку, и ты идёшь по улице, и сосёшь вот «Кровь-ягод», и там большими буквами написано «Кровь», внизу написано «Маленьким» «Ягод», и ты вот сосёшь эту ягодную красную жидкость из пакета, вот как будто ты реально идёшь с пакетом с кровью. Вот это нормальный коллаб. То есть вот так ты выглядишь, смотри, вот как сейчас, секундочку, вот так. Да-да, вот именно так. Только он там чуть поменьше, у него зиплок наверху, то есть он... Ну, понятно. Да, отлично, отлично, да. И да, ещё, конечно, одна маленькая претензия у меня к этой самой... К московской пивоваренной компании. Коли, решили вы уже, друзья, делать «Атака титанов» прямо настолько детские напитки? Давайте вспомним, какой возрастной ценз стоит на манге «Атака титанов», издающейся в России. 18+. Это правда? Да, конечно. Ну, там же кровище мясо жрут людей вообще, как не в себя. То это нормально детский сериал, взрослые это не смотрят тоже. Да-да-да. То есть помни, на детских утренниках Фредди Крюгер появлялся ещё в 90-е. Короче, берите меня технологом на любой завод, который делает газировки для «Атаку», и я вам придумаю, как бы, даже с учётом тех лицензий, которые у вас есть, прям вот зовите. Не надо вот такой вот фуфел продавать. Надо делать... Как эта профессия называется? Газерье? Ну, надо делать культовые напитки какие-то, которые людям запомнятся. Вот пакет с кровью людям запомнится. Пепси Блю, который красил язык в синий свет, людям запомнится. А титаны запомнятся только вот какой-то вот неловкостью, испанским стыдомом от того, что как можно было сделать, и как в итоге... Не докрутили, ребята, не докрутили. Баблгам против титана. С другой стороны, я обалдел, когда я шёл мимо полки, и на меня оттуда посмотрел вот этот вот мужчина. Стро Бори Крим на меня посмотрел своими, значит, бесёнными глазами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...